Франция, Париж, Холлман Мартер, Кафе Жербоа, 1860-х годов. Именно здесь, в Париже, зарождается идея нового искусства, начало новой эпохи французского импрессионизма, надолго перевернувшее творческое мировоззрение будущих поколений художников. Молодых художников в середине XIX века уже не устраивают средства и цели академизма. Их картины подвергались критике жюри и не прошли отбор на престижную парижскую выставку, а это значило, что они не могли найти покупателей. И вот эти молодые отверженные собираются вместе в кафе и обсуждают создание альтернативной выставки отверженных. Термин импрессионизм возник с легкой руки критика журнала Луи Леруа, который заглавил свой фильетон о салоне отверженных. Выставка «Впечатленцев» взяв за основу название картины Клода Моне «Впечатление восходящего солнца». Картина была экспонирована на первой выставке независимых в Париже 1874 года. В начале этот термин имел пренебрежительный, даже издевательский характер, указывая на соответствующее отношение к художникам, писавшим в небрежной манере. Но затем прижился и обрел категориальный смысл. Несмотря на то, что работы художников вызывали насмешки и порицания, выставки приобретали небывалую популярность. Французский импрессионизм не поднимал ни философские проблемы, ни социальные, представляя лишь позитивные стороны жизни. Брались сюжеты флирта, танцев, пребывания в кафе, театре, прогулок на лодках, на пляжах, в садах. Если судить по картинам импрессионистов, то жизнь – это очередь маленьких праздников, вечеринок, приятных времяпровождений за городом или в дружеском окружении. Импрессионисты одни из первых стали рисовать на воздухе, не дорабатывая свою работу в мастерской. Для импрессионизма не так важно, что изображено на рисунке, но важно, как изображено. В первую очередь импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими раздельными контрастными мазками. Солнечный луч расщепляется на составляющие цвета радуги. Это становится новой идеей в живописи. Полагая, что при смешении краски утрачивают интенсивность, художники накладывали мазки открытых цветов по типу контраста или дополнения. Также они отказываются от черного цвета. Они предпочитают пленэр, где удобнее схватить мимолетные впечатления от увиденного, исчезает связь с реальным изображением мира и уход в индивидуальную передачу впечатлений. В целом, в стиле импрессионизма работало множество мастеров, но основой движения был Эдуард Мане. По словам мастера, цвет – это дело вкуса и ощущения, но надо иметь за душой еще кое-что, что вы хотите выразить. Без этого все теряет смысл. И действительно, художник опирается на академическое искусство, но привносит и авторские в ноты. Картина Мане присуща лаконичность, композиция. Его интересует сюжетная сцена, передача настроения с помощью цветовых пятен. Клод Мане – один из ярких мастеров импрессионизма. Линия, точный рисунок, палочники почти полностью отсутствуют. Наслаждение цветом, мазком, творческом пламастера. Тончайший колорист. Он передает краской, свет и воздух. Его картины – как открытое на природу окно. Художник Агюст Ренуар Известен в первую очередь как мастер светского портрета, нелишенного сентиментальности. Ренуар первым из эспрессионистов снискал успех у состоятельных парижан. Его картины называли перламутровыми, жемчужными. И также необычайно розовый колорит работ вызывал восхищение. Стиль художника Эдгара Дега основывается на прекрасном рисунке. Его картины обладают точностью изображения, совершенно нетипичной для импрессионизма. Также он не приемлет работу на пленэре. Предпочитая тишину студии, уловленные мгновения. Так, пожалуй, можно было выразить о многих работах Эдгара Дега. В этом его глубокое внутреннее сродство с импрессионистами. Увы, трагичен творческий путь Альфреда Сесле. Художник не дождался признания, умер в бедности. Только после смерти художника его работы назвали образцом импрессионизма и национальным достоянием Франции. Работы, прославившие художника Камиля Писаро, это сочетание традиционных пейзажных сюжетов и необычной техники пуантализма. Раздельного наложения мазков. Доминанты его сюжета становятся пространство, пронизанное солнечным светом и легким воздухом. Первая художница-импрессионист Берта Моризо в основном изображала то, что видела в повседневной жизни. Моризо создает ощущение пространства и глубины благодаря использованию цвета. Хотя цветовая палитра художницы несколько ограничена. Собрать импрессиониста называли ее виртуозом цвета. И так мы можем охарактеризовать импрессионизм как явление необычайное, кардинальным образом отразившееся на искусстве 20 и 21 века. К сожалению, под картинами в стиле импрессионизма в наше время воспринимается слащавое и легковесное искусство, написанное открытыми красками и грубыми мазками. Но импрессионисты тончайшим и точнейшим образом использовали познание о цвете, что делает их искусство великолепным образцом для истинного изучения и подражания их творческим тенденциям в 21 веке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok